Вам звонят на телефон, предоставляются сотрудниками банка. Звонки с неизвестных номеров и просьба назвать свои личные данные. О разных видах мошенничества Людмила знает из лекций, которые она посещает в клубе «Активное долголетие». На этот раз в Одинцовскую библиотеку номер один она пришла, чтобы узнать, как обезопасить себя от новых афер. И вот такие собрания, встречи очень помогают пожилым людям. Это, конечно, поддержка для нас. Вроде нам кажется, что все хорошо, мы соображаем, но когда такой момент создается, что стресс сначала вызывают у человека, а потом уже начинают его околпачивать, вот это очень выводит из строя. Фестиваль «День финансовой грамотности» для пенсионеров направлен именно на то, чтобы обезопасить старшее поколение от кибермошенничеств и ответить на интересующие Одинцовских долголетов вопросы. Данная целевая аудитория является наиболее уязвимой перед финансовыми мошенниками. И, конечно, очень важно, как сегодня и признались наши уважаемые слушатели, чтобы им доносили сведения о финансовой грамотности. И помимо лекционного формата, который сегодня присутствовал, им рассказали про финансовые пирамиды и про то, как взаимодействовать с кредитными организациями. Также прошла лекция по вопросам пенсионного и социального обеспечения Социального фонда России. А еще все желающие смогли принять участие в игре «Предупрежден – значит вооружен» и предложить свои решения финансовых вопросов в различных жизненных ситуациях. Всегда помните, у нас технологии реально в России развиты, особенно в сфере банкинга очень на высоком уровне, самое лучшее в мире. Тем не менее, история, чтобы дойти куда нужно ногами, проблемы нет. Куда бы вас ни звали, откуда бы вам ни звонили, ни представлялись правоохранительные органы, ЦБ, обычные банки, я дойду и все узнаю сам. И самое главное, никто никогда не умер ни от какой проблемы, право на звонок есть у всех. Соответственно, кладем трубочку, звоним близким, звоним соседям, звоним знакомым. Это отсекает, по нашей внутренней статистике, до 90% вообще всех телефонных мошенничеств отсекает, когда человек выключает, и у него есть возможность с кем-то сконтактировать. Одной из основных тем фестиваля стало кредитование. Именно в этой сфере больше всего мошенничеств. Чтобы не попасться в ловушку преступников, важно проверять достоверность организаций, которые предоставляют услугу, не стесняться просить нужные документы и перепроверять все данные. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...